и всем привет мне тут рицу и мы продолжаем продолжаем проходить нашу новую совершенно новую пятую главу продолжаем наши исследования исследования расследования новых территорий открытия их само собой куда же нас отправит в этот раз хороший вопрос сейчас мы с вами и узнаем узнаем в прошлый раз мы нашли файлик небольшой в этой лаборатории которым только открыли буквально прошлый раз тоже файлик по поводу проекта гофер да мне сказали что его где-то будем упоминали до этого но я сейчас то просто позапамятовал немного когда нам не уговорили монокомыч также говорил про то что если не ошибаюсь никого бери не осталось учет что такое он говорил что-то он я не помню точно цвета не протестировал к сожалению но что там такое говорил это явно связано с этим проектом и с отправкой всей этой в космос со своими нового новой земли новых земель потому что ну в связи видимо с падением метеоритов сама своим так но у нас сейчас другие немного проблемы например куда куда общем не идти плюс то ключ у нас остался с лаборатории кайта на удивление это лежит того что сделали чтобы не выдавать там допустим три були или более предметов но не знаю много ли в этом смысла на самом деле монокомы также нам он мог выдать и три предмета у него все все-таки всего лишь 2 лапа правильно поэтому он не может как он может в двух лапах который даже нет нет букв этих не подушек не пальцев ничего нет поедет вроде как мне надо посмотреть еще раз на монокомы а то кто не обращал внимание когда но по идее у него нет правильно у монофани не был тогда и во второй части у него по идее тоже не одинаково выглядят то есть то есть только раскраску не другая отличается друг от поэтому да не все лишь две лапы вторых он просто принес давайте ключом так ладно 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 куда идти на пятом это же по идее что должно быть правильно тут что-то показано у нас на не помню на самом деле что там такое что там такое а вот эта дверь кстати 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 действительно тут же так прожить это ничего не пропустил случайно налоги а вот он конечно пропустил то чтобы прям не нужен монокома но пускай пускай чтобы он глаза не мозолил нам так ну интересная дверь я даже не знаю куда она ведет и к этой необычной верно было на сливается с этим со всем окружением подходит под тему пусть другие например лаборатории вот допустим взять вот эту очевидно на выделяется на фоне вот этих стен быть и колонн все атмосферы вот этого этого этажа и даже вот эта комната да все таки отличие ну явно выделяется этот весь вся эта оранжевая штука вот вокруг двери а вот это прям как будто здесь и изначально было ну конечно изначально был все-таки моноком построил и сразу же добавил вот эту экстравагантную дверь само собой ведет какое-то помещение но хватит хватит болтать посмотрю что там или нет или нет или идея то ладно пойдем пойдем чувствую это как это важно даже не знают они не похожи на лабораторию тут описано лаборатория абсолютно детектива но как же растягиваешь как же идут ладно пойдем пойдем экстравагантная дверь старый ключ последний настоящий ключ правильно по идее от этой двери щелк-щелк а ключ подходит но не поворачивается не проворачивает тик-тик одет боба бежим тикать где твои паучьи не получит детективное чутье где твои как бы сатика и значит это бух почувствовал опасность я быстро погасился от двери а затем у меня же говорил а у там еще две за двери еще одна дверь она взорвалась за дверью смотрите еще одна так это странная такая жутковатая дверь там на самом деле красный красный свет горит там еще не нарисовано наночь посмотрим поближе проанализируем ловушка уф ну и близко же это было хорошо что я успел отойти но ты так не торопился на самом деле ходить ты прям стоял стоял чуть ли не в упор потом тот прыгнул видимо таки что-то почуял но в реальной жизни тебя не хотела не хватило времени что механизм активируются и тебе не особо дает много времени все-таки это ведь ловушка не просто так а что если бы шучу про сейчас взял и умер что-то забыл он этого уже мы конечно не узнаем все-таки на двери нарисованы это похоже нож какой-то еще один нож типа это кровь должна быть дверь неизвестно смотрите этот тип и должно быть лабораторию сюда средь какие-то булава вот это шипастая какая-то видите торчат иголочки это какой-то большой тесак а вот это это похоже на биту наверное да на биту с гвоздями так интересное помещение блин может можете это больше потом вы можете мне страшно акции на карте это тоже нарисована да смотрите ножик и это вот штучка булава не знаю как ее назвать правильно вам хватит анализировать это всего лишь дверь надо посмотреть что и внутри там находится либо виду этой двери это абсолютно лаборатория даже так все-таки лаборатория но кого ну первое что в голову приходит это ран таро он абсолютно какой-то я даже не знаю допустим если это действительно ран таро потому что мы не знали его талантами мы не знали его таланты и он сам даже не знал свой талант поэтому поэтому очень такая интересная находка на самом деле но я не могу даже предположить быть по внешнему виду она никому не подходит из тех кто жив или был жив но она может подойти к тому чей талант был неизвестен изначально но его дверь находится чуть ли на самом верху я не знаю есть будут ли тоже выше по моему лестниц больше нет ну на четвертом и на третьем этаже вроде тоже или даже на втором этаже не было лестнице дальше она я не лестница была за стеной поэтому не непонятно может и будет дальше двери но где глава 5 уже к у нас этаж 5 краски с не ошибаюсь по идее да вроде бы и допустим если опять же предположим что это лаборатория ран таро он умер сам начале лаборатория в него была построена только в пятой главе только сейчас была построена по сути пока мы все на суде развлекались так скажем мало кого из нас еще и и и еще нет мало кого у кого нет остался какие час лаборатории нет это тоже интересный момент к и то есть у химика есть шуичи есть на прям по соседству здесь находится маки есть сумму есть мало у кого не у всех есть из нас от из нас про кого-то живых или про мертвых тоже к очень и было лабораторию она прожить она пожить и каши понимаешь на всеми прям не терпится застевать в эту лабораторию на пожить и секундочку секундочку прям была уран тара не было угон то было как и чем не было ну получается из живых только какие сейчас стал не осталось лаборатории киева была у киба была ли у него лаборатория мне кажется что была я одновременно не была я почему не вспомнить ладно поставим опросительный знак покажут на киба что я серьезно не могу вспомнить у кирами была давным-давно была у химика была у маки нка нка тоже было получается не только уран тара у к кичи и под вопросом стоит киба допустим так но это должна быть лаборатория рантара не знак может быть и качка какие чисто кстати тоже 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 может быть у него все-таки таланты мы его не знаем правдивую талант или или нет или нет мы не видели его монопад во второй главе мы не видели монопад с его талантом он нам говорю только что он верховный повелитель зла или как он там правильно себя назвал это все что мы знаем но это сказал к кичи в самом начале когда он был максимально шутливым как бы он ничего вообще в принципе не говорил правдивого почти что по крайней мере он скрывал всю правду между строк надо проверить что там и когда верну ручку щелк щелк а не открывается кто там она кума а я у него есть смотрите у него есть пальцы за не пальцы не знаю ладно неважно у него один палец о может даже не пытаться владельцы лаборатории умер так что она закрыта ну получается да значит рантары ему не сможете зайти даже серьезно вот так вот и построил лабораторию для того кто уже погиб это на самом деле как-то нелогично звучит изначально этого тоже не было поэтому его лаборатория была у тебя только в планах но ты добавил ее только еще не добавил построил этот этаж только прошлой главе получается и прошла говорит это в дверь уже вроде было но рантаро уже давно 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 не был был не с нами по правилам если ученик умрет до того как лабора абсолютно лаборатория откроется помещение останется закрытым очень тогда построил лабораторию скажи пожалуйста мне на милость зачем ты построил если рантара был давно мертв а может это еще соврал не долгу никто не мог соврать у всех была своя лаборатория подходящим его талантом а как и че жив получается и киба тоже жив то есть это явно не их лаборатория получается впервые слышу естественно ведь первый раз в этом говорю ладно жаловаться на коме смысла особо не так где между это же это же вся его так ладно если это лаборатория под ним принадлежит кому-то кто умер до открытия то это лаборатория рантара а при старашку и облом попадет дает у его талант уже бы не был бы такой тайный да узнает его прямо сейчас вы чтобы весьма драматичненько что это значит должно и правда чего бы это значило конечно только в настоящей убийственной игре вроде наши возможно такие повороты какая же потеря поверить не могу что это идиотка убил его была очень такая интересная ситуация поэтому пришлось пришлось и как бы пойти на такой поступок к сожалению при большому нашему шуичи сожалению я думаю лаборатория лаборатория рантара мне любит узнать его талант но он слишком для этого уже поздно вы серьезно столько я просто тянул с этим с этим открытием в итоге я даже ничего не узнал в итоге буквально ничего только то что по какой-то причине лаборатория рантара была построена чуть ли в самом конце уже когда нас почти людей не осталось живых довольно как-то обломно получилось довольно обломно на ком у нас на как конкретно обломал просто остается открытым эти крышки у него тоже движутся здесь интересный деталь интересно да безобразие куда дальше чем а куда идти на улицу телепортироваться на улице я не могу я вообще не могу не могу телепортироваться куда на первый этаж могу телепортироваться почему-то но не могу телепортироваться на улице начнет у входа ждет я так полагаю что да ну кто и что и зачем меня ждут на улице кто хочет поговорить и каш не против нам бы ум и ум и а никто-то не ждет а что-то меня ждет вся зелье лишь бы уже почти пропало это место потихоньку становится полностью механизированным как и сам монакума но зачем парижик для чего он достроит для чего он достроит вопрос свой кстати как чем для чего-то эти вообще штуки нужны стройка тоже почти по почти тоже почти закончена похоже что интересно будет ждать нас после нее я зачем это происходит абсолютно академия что за место такое сможем ли мы когда-нибудь это узнать ну сперва сперва выживи сперва проживи эту игру потом наверно узнаешь мне кажется какой-то из следующих глав или возможно в это я не знаю может быть она в этой закончится но не знаю мне кажется к миру еще одна голова будет а там уже там уже посмотрим но у нас верно будет в итоге заключающий суд который все принципа ставит на свои места так куда мне идти не понял не просто оказала карта вот типа сюда приди видимо надо дальше идти еще чуть вниз там статки б и тсмуги я хочу она здесь она что-то доджо или дожо как вам угодно она что таким было ярким по моему нет не знаю может я с ума сошел так через стоишь дай мне подсказку у нас до последних ключа уже один остался блин не лучше ли было назвать ключ вор и ключ мага почему именно так ох не обращай внимание просто говорил сама собой но сколько же раз уже эта ситуация повторялась а ты о чем тут подходит к концу монокон дает нам призы а мы бежим искать применение им знаю все одно и то же и раз из раза в раз еще и факт того что все убийства как раз и происходит новых местах я как-то подумала может быть тут было бы лучше если мы не находили ничего нового может быть но чтобы разгадать тайну этой академии мы обязаны использоваться фонарями воспоминаний иначе мы не вспомним правду да конечно я понимаю ланька вопросу перестан об этом думать ради год и всех остальных кто покинул нас мы должны жить причем вне этого места до вернуться мунин хорошо тогда я пойду по с попросту окинул школу взглядом сразу знаете знаете чего не найду она ряну взяла и ушла окей чем я о чем подумать эти вот она правильную мысль сказала если бы допустим у ничего не находили не обнаруживали новое место смотрите в этом месте ничего не произошло в лаборатории миу ничего не произошло хотя она была изначально антони считается где еще ничего не произошло но вообще новый этаж считается народ за новое место поэтому в первой главе в первым на первом этаже убийство дорога на по сути по сути на втором этаже было да 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 был он втором прямо убили на на втором этаже в его лаборатории потом третий этаж третья глава это был третий или четвертый этаж но было она нам да это был на это был новый этаж и не помню третий четвертый он был ну да в общем наверное права если у нас было было если мы ничего не находили попросту то потом был виртуальный мир да но это был на одном этаже но это был также новый компьютер если мы у нас все время был первый или второй этаж максим то это был конечно облегчил нам наверное расследование убийств и от того что у нас досмотрите это же да у него есть лаборатория зачем что пришел а а а через стоишь ты ты скучаешь побил а это уже скучаю недавно видел ее в своей фантазии бы что одни лишь мы и фантазии остались в любом нам отеле что все погибли наши друзья так много дверей осталось что можно было бы открыть на открытым ключом верным по 10 некрас есть одна может мы должны открыть и подалеку от двери есть нечто напоминающая замочную скважину сайт и там смотреться шучим но ты стоишь не у двери я ты стоишь в лаборатории милу так и скажешь ты скучаешь так и скажу тебе надо прикрываться всякими дверьми буквально и перенос на переносным смысле вот этого точно не было на вот этого точно точно не было здоровья самая большая дверь и прямо на к это все такая роботизированная механизированная и прочее зированные не необычные зированные ну я посмотрю что там рамбол 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 этот звук так понимаю дверь открытая 5 еще одна ловушка может идти стоит отпрыгнуть шуич на всякий случай и все то есть открыто просто открыто даже не визуально крыта просто открыто как бы просто так и что это за место мы словно на съемках научно-фантастического фильма не хватает только гигантских меч гигантской мехи пришлось собрать всю волю кулак лишь промолчать искать лишнего чего это музыка мне кажется немного не подходящий этому месту такая вся позитивно на то что это позитивно меланхоличная музыка меланхоличный трек играет такого места мне кажется более такой краски научно-фантастический трек нужно не знаю есть у нас в в этой игре не могу вспомнить ты чё бегаешь какой-то не знаю как это круто аренды кого-то босса на самом деле похоже на это и прям боюсь заходить на малую еще здесь по углам раскиданную допустим вот это канти решетка сверху вылезет и начнется какой-то босс файт не дай бог но вряд ли верят не в этом режиме возможно какому-нибудь возможно другом режиме которым я еще не знаю не догадываюсь даже сильные просто пустые коридоры зачем это все лампы светится какие-то это какие-то какие гигантские ворота но те ворота были еще больше шуешь что ты говоришь это это поле защитные прям какой-то реально фантастика начинается для чего это здесь как это когда поле ради чего по-видимому здесь охрана не слабая это ведь электрический барьер так мы точно эти ворот не поднимем неужели там что-то настолько секрета что для этого нужна такая серьезная защита полагаю такой вполне может быть давай тогда узнаем можем туда попасть как погоди опасно же дедки бы не трогай не прикасайся не сложились закончить мысль к свою мысль какие бы подошел к воротам и киба отойди и от киба ты был настолько болот так волок я бы чего тут устроили от меня меня сигнализации сейчас туши вытекут все брысь отсюда дайте вырубли нету забрал кипаса хватит шуток хватит шуток ничего такого не произойдет очевидным позже вам не кажется что стоит иногда включать какой-то здравый смысл и быть осторожнее и знаешь что киба собирался сделаем про собирался прикоснуться к этим к этому барьеру или или что он собирался сделать непонятно осторожнее зачем-то этой сигнализации она была такой громкой а какой сигнализация по-вашему должна быть логично тут монакома монакома нокаут от монакомы бите датчик движения над воротами она функция сигнализацию чтобы отключить нужен пульт дистанционного управления если вы этого не сделаете испытаете на себе всю мощь сигнализации сразу только подойдете к воротам почему всех место именно тут основной сигнализации ответ просто настолько важное что требует качественной охраны сразу же я здесь давайте я вам что ли и про электрический барьер расскажу надо ли нам узнавать слишком много информации нам даешь информации по месту которые по идее секретные и никто по идее опять же туда не должен попадать так зачем нам знак как-то твои какие-то фишки секреты чтобы выключить необходимо ввести 50 50 9 значный код на вон той панели управления на может пожалуйста не продвигать его я обязательно запишу его и запомню выученный изусть потом я в него скажу так только повторяться не буду старайтесь и запомнить это реально 50 знаков смотрите там вот черточка стоит тире тут явно не 50 знаков не можно 50 знаков допустим три шесть пять десять пятнадцать двадцать двадцать пять двадцать пять пятьдесят пятьдесят один один у трассе я вижу я вижу я вижу нет это явный хотя хотя мне кажется но все таки это мир настоящий пароль правильно тут по моему тут не 59 знаков по моему не договорил подожди помедлен это пожалуйста что ты смотри что было дальше всего три цифры ты еще роботу называешься ну же я знаю что можешь лучше но кипа даже не дошел до 1 1 0 3 и 7 легендарное число электрические барьеры сигнализации то и правда качественной охраны монахом даже не договорился пароль блин из на что запомнил это было как раз таки так комбинациям что можете так тщательно охраняться на что он находится сказал же это очень важное место ну по крайней мере когда ты им было сейчас мы скорее бесполезно бесполезно дамс мне больше смысла так что я могу водать вам пульт а пароль может просто нам отдать можете использовать его чтобы отключить датчик движения воротами биби но она все равно еще нужен пароль как бы сирена выключилась а выключилась только сирена барьерский остался ну да так бы наверное машины могли найти камень здоровый просто сломать ворота наверное хотя я сомневаюсь что обычного камня хватило бы чтобы разрушить эту вот эту вот эти ворота опять же мне кажется они не просто не по не пальцем деланные видите все никакой сигнализации теперь можно спокойно подойти к панели давайте остался самый простой шаг выйдите код и можете проходить внутрь м они могут повторить его а позже как бесит ладно и хорошо это ваше первое посещение про вас проведу но больше такого не ждите прям туда войдем на самом деле я не сам прям не был уверен что он у нас пустит туда зачем но горишь на бесполезно там такого может быть что прям сейчас дома на ком бесполезно я даже не знаю на каком прошел панели управления быстро набал все цифры и бип-бип все супер с понять оборот надеюсь уже как это сами справитесь да внутри то место что есть другая панель на ней можно восстановить сигнализацию с барьером но сделать это можно и на панели здесь либо если хотели оставлять оставляйте все выключенным тоже вариант опять же слишком много информации надает я так полагаю что если убийство и будет она скорее всего будет скорее всего она будет как без убийства и бы если раньше закончится я не поверю в это если убийство и будет так пока скажем все-таки 5 глава 3 часть последняя часть я не знаю что он все что угодно может произойти допустим если убийство произойдет там монокома дал нам уже слишком много информации по поводу этого места только внутри панель есть который можно восстановить сигнализацию но кто знает пароль пароль по идее никто не знаю даже киба не успел запомнить его ашу еще так не думаю подавно даже не стал запоминать его не пытался даже короче я сделаю ставку на то что убийство будет именно здесь если она и будет ладенько удачного путешествия путешествие куда у нас уже последний последний рейс последняя остановка в этом расследовании он просто отпустил нас в высоко охраняемую зону причем здесь подвох то я подвох пойдем шучу нужно двигаться вперед мой внутренний голос говорит мне опередина ждет надежда у да ты прав думает надежда серьез какой голосе это говорит мне косминку тоже конечно не надо голоса говорят но про надежды и слова это же экзисталы да это их стоянка теперь и понятно теперь я почему-то сказал что они бесполезны но почему бесполезны разве стоит оставлять их так вот без охраны но теперь нас нет миуть поэтому не думаю что это сможет разобраться в их управлении хотя не знаю мне кажется просто их открыть невозможно будет без кого-то доступа там допустим дополнительно как у монокабов есть есть я так полагаю или у самого монокомы все пятеро тут он не это слишком опасно надо бежать шуичин погоди какие бы так они просто на стоянке как мы вышли от них не было совершенно никакой реакции они точно работают ох ты верно подметил интересно что здесь за происходит может они разрядились я не знаю ли опять ты здесь да не договорить свои мысли не просто сбиваешь что испугались это ангарды экзисалов и все там я подумал только это тайна быть тайна внешнего тайна внутреннего мира вашего и моего внутреннего мира таком духе да тут они хранятся постройка для хранения экзисалов раньше за никого не пускал чтобы никто из вас с ними ничего не сделал теперь я вот не могу не могу быть уверен была ли это дверь изначально или нет когда мы только сюда попали теперь я не знаю но часто уже бессмысленно из-за того что монокаба больше нет только они ведь могли ими пилотировать что так больше пилотировать некому я ошибаюсь а не обращайте внимание на мою реакцию просто потому что выкрыт не выглядит не монетный бред я смог бы избавиться от ваш вопросов что ты еще должна значить ну не нужно так злиться ты конечно робота не демоническая модель ей богу и все всего лишь то экзисалы как бы не то что прям всего лишь но все равно не особо такого такого что здесь важный стоит но опять же ты на первый взгляд допустим то вот есть какая-то там вон стоит дверь еще там какие-то места были очевидно которым они прогреть проглядели пока что не успели даже посмотреть на них выключены экзисалы такой смерти монокабов этот ангар бесполезен после смерти они умерли а это просто были роботы роботы не могут умереть я нервов но не робофоб но роботы не могут умереть они могут быть восстановлены заново и только если допустим процессор повредился мне кажется даже также есть отдельные отдельные компоненты для памяти если есть память то можно любого робота установить правильно внедрить ему обратно свою же память но если память снималась считать это смертью не знаю не знаю не знаю не знаю раз так неужели то нет нам больше ничего ничего не угрожает как бы моноком еще есть миска что ничего не у как это ничего не угрожает моноком всегда она посадить справа как нибудь могу гидравлический пресс ого какой огромный механизм ого ого-го-го-го-го брата здесь списанных рисалов утилизируют в таком маленьком прессе утилизируют до думать даже они выдержат давление такой гигантской металлические плиты понятно не все такие куски железа куски металла но как и утилизируют по отдельности допустим руку ногу потом корпус или как вверх что я он туда не туда не залезут . маленький пресс о том что этой панели пресса виде можно управлять и здесь есть кнопки вверх вниз а также аварийная сосновка моя остановочка о технике безопасности ну конечно куда же без нее в цеху как бы как без техники безопасности все-таки мужчины работают я так или работали или работают моноком мужчина непонятно но пока мы спим он просто приходит сюда на станок и надел кассу свою и пошел работать как бы тех обслуживание проводите экзисалом так они стоят но техника стоит и она гниет со временем надо постоянно проверять и всякие гайки там туда-сюда закручивать но конечно же нет это просто моя фантазия что было бы если бы на куму вот таким занимался пресс оснащенный фракрасным датчиком при спа соображением безопасности это устройство становится когда когда датчик обнаружил организм то есть они и задавит человека но теперь теперь день я я даже не знаешь нас это прям очень очень к это прям специфическая информация как бы логично что на здесь находится и логично что это такое условие того что живого человека нельзя будет допустим если руку рук поставить чтобы и частных случаев не было это логично но в условиях убийственной игры это явно на что-то не намекает или это опять же это просто ловушка чтобы мы подумали что здесь возможно произойдет именно в этом прессе на также я уже делал ставку на то что здесь произойдут убийства и теперь еще этот пресс появился у которого такой явно такая как называется как назвать мера предосторожности вот он вот так скажем вот так пускай будет неважно вы поняли что человека но типа не убьет не придавит пресс начнет фракрасным датчиком при соображении безопасности это устройство становится когда датчик обнаружил организм верно значит кого-то живого развить нельзя ведь он автоматически становится но кипа о бобо 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 киба она ложись что ты мыши учила жизнь либо залезай залезай в пресс мы проверим у нас должны мы должны проверить как бы мы должны развеете миф если это миф и с ними в то как бы стоп пожить его же раз стоп мы проверим а мы можем проверить жив ли киба или нет можно просто может изначально мертв бурса с мертвецом по ним здесь разговаривать что как бы роботы и не 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 живые и живые роботы вот они куски железа таки вот если не слышал этого если слышал то я пошутил об этой функции безопасности и я не знаю давай пробу опробуем ее тебе бы ты думаешь о том же о чем и я в каком смысле пока я был полным полном измешательства киба уже поспешил лечь под пресс киба ты подумал том же чем я либо его садовися ты знаешь ты человек ну что шучу поехали киба вылезай я пошутил киба не надо были такими хорошими друзьями ты был моим лучшим другом куда это мы еще поехали 1 пресс останавливаться если распознав человека что произойдет если я будут буду там я киба остановись пока остановка не стала последний прошути предлагаю узнать это от уверен мы же знаем сработает датчик киба не надо а что если это будет твоя будет кровь твое масло будет на моих руках и мне придется долго долго руки не волнуйся почувствовать опасность сразу же вы покину пресс я тоже когда чутье видимо ты же обычный человек должен быть как ты почувствуешь опасность ты не успеешь насколько сильно отпускается пресс перед тем как он почувствует живой организм но по логике он не должен прочувствовать киба конце концов это просто микросхемы сварка шурупчики гаечки болтики и стекляшки киба не надо киба не надо есть то что у тебя живое я ничего не могу придумать киба ты робот киба ладно все хватит хватит шуток это серьезно серьезная как бы сцена между прочим действительно проверим мы не знаю что как можно запрограммировать этот аппарат чтобы он распознал киба человека а что если это опять же вот эта записка ловушка что если вообще это просто не работает он останавливается при при любой как бы либо помехи который находится на там прессе как это принципе сработало бы я хочу попробовать шуичи прошу не сделав этого я не смогу заржаветь с миром когда придет по и время ах зажива никак не перебедить заржаветь ланга хочешь но если будет хоть чуть 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 опасно сразу вылезай оттуда хорошо конечно теперь если будешь так добра запускай жми жми кишуичи будучи напрочь обереженными тензиазом киба я нажал на кнопку и затем киба вылезай киба киба ты был робота ладно ладно я так и думал я так и думал что монакума не станет таким заниматься он знает он все прекрасно понимает как и все вы как и все бы киба боже близко же было еще бы киба чего там долго лежал а ты будешь мне нажал на кнопку аварийной остановки шуичи это я еще виноват но по крайней мере теперь мы точно знаем что видим не читает машина и человеком уже просточным а видимо тогда киба этот эксперимент было столько просто трогать ладно ладно что нас еще осталось здесь если обозревал что меня воспринимают лишь как машину это неправда ибо нет не верь не верим вам что я думаю я по тебе остальное неважно но ведь подтверждение этого прямо перед глазами очень печалит нет рано расстраиваться даже какой-то пресс другие тесты обязательно покажут человечность обязательно передоз копиумом что это за дверь мы туда можем пойти туалет первое что вижу этот туалет ну как бы само собой блин с подогревом туалет как он еще работает туалет гонщиков каких-то не знают всех для тех кто быстро свои дела справляет какие-то турбины вот эти всякие торчат из него что за гоночный туалет блин я конечно не отказался туалетов с подогревом читались от всегда вот этот стульчак всегда он теплый будет можно не брать с такой это туалет вы какими-то заброшенным серьезно она пожалуй логично горят под первый человек я тут первый человек год очень долго время братья же монакомин монакаву нужно посещать подобное место зачем тогда здесь вообще туалет а киба не с тобой если никогда не должны были попасть в ангар чем тогда устанавливать может я ошибся на их счет а что если это тайная тайная логовая как и чили может тайное логово монакомы тем кто кто того кто управляет он забыли об этом тут меня ничего не беспокоит так что пойдут и обратно в ангар серьезно ну я поверю думаю и пойдем пойдем еще немного смотреться малярная машина мойка для экзисалов видимо их красят и полирую здесь чистят похоже на в томойку полагаю там из сала должны чистить мы весьма комфортно зайди туда для тебя такое на уровне все включено киба ха 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 шучу она мы шутки на самом деле не лучше сколько же ты можешь друг для чего она нужна полагает механизм пользуется для покраски экзисалов аналогичное замечание запах очень похож на растворитель растворитель на краски получать я потенциально могу использовать машину что перри преобразить себе мне кажется такой тебе не очень нужно киба ты прекрасен такой ким ты какой то есть ну еще бы начался профессор и профессор и до башни смог бы сделать так до чего было весь разговора при пиктат перекраски я все здесь исследовал это и сомнение что это и правда ангар для экзисалов выключены кисисалов монаком похоже не соврал теперь в этом месте мало кого либо смыслом а вот огнишь увидела кибика чего такое можете место вместе скипы пойти в столовую сумму где-то хочет встретиться с нами отцу ноги она сказала что она обнаружила что-то бират на словах на вспоминаний в общем дело срочно так что у вас там следующий фонарь вспоминаний что мы вспомним на этот раз нужно поспешить столовой минут терять нельзя так ну а я думаю что нам можно потерять не минуту а может и денек и другой в принципе поэтому мы с вами возьмем паузу что немало в этой серии произошло мы добили добили исследования новых территорий и в принципе дальше пойдет сюжет видимо фонарь вспоминаний мне очень интересно что же там что же там но я не узнаю и не узнаю до неопределенного срока на неопределенный срок я с вами попрощаюсь с ромпой вместе с вами и короче короче хватит болтать не люблю поболтать конечно и надо честь знать честь знает спасибо большое за просмотр подписывайся на канал ставь комментарии ставь лайк собрался видео вступать в группу в контакт на сервер дискорде и до скорых всем встречи папа папа пока пока пока